на портал экзогет поступил вопрос почему россия считается хранительницы православия на этот вопрос мы можем ответить с двух позиций собственно с исторический ответ предельно понятен у православия как у конкретной христианской конфессии сложная развернутая история но на определенном этапе целый ряд исторических православных церквей вступил в серьезнейший кризис мы говорим здесь о собственно истории средневековой европы и должны вспомнить с одной стороны арабские завоевания которые поработили в том числе земли например антиохийского патриархата иерусалимского александрийского да а впоследствии мы не можем обойти вниманием и османские завоевания которые аналогичным же образом поработили церковь константинопольскую но здесь мы имеем ввиду скорее даже не церковь да а земли и народ да если быть корректным и собственно балканские страны то есть на определенном этапе собственно московская русь осталась единственным свободным крупным государством которое спокойно и безбоязненно исповедовала православную веру таким образом в нашей культуре совершенно четко сформировался паттерн совершенно четко сформировалась утверждение и мысль о том что мы являемся хранителями православия в историческом смысле это вполне понятное утверждение но кроме истории у этого вопроса есть еще и серьезная богословская подоплека и вот здесь нам важно иметь в виду что на самом деле с богословской именно точки зрения ни одна страна ни одна культура не может быть универсальным и всегдашним хранителем истинной веры а точнее может быть но скажем так совершенно не обязательно что она сумеет сохранить все это в должном виде чистоте и святости то есть мы можем обратить внимание на слова христа обращенные к апостолу петру это евангелие от матфея 16 глава тогда иисус сказал ему в ответ в ответ на собственно то что петр исповедует иисуса христом сына бога живого тогда иисус сказал ему в ответ блажен ты симон сын ионин потому что не плоть и кровь открыли тебе это но отец мой сущий на небесах и я говорю тебе ты петр и на всем камне я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее и дам тебе ключи царства небесного и что свяжешь на земле то будет связано на небесах и что разрешишь на земле то будет разрешено на небесах здесь простая и принципиально важная мысль христос обещает вечность своей избранной общине церкви но на весь объем нового завета мы нигде не увидим что христос обещает вечность какому-либо конкретному человеческому образованию или организации не государству не каким-либо конкретным общинам а церкви как таковой от века в век в разных народах в исторических ситуациях и обстоятельствах церковь христова продолжает свое существование где-то дольше где-то короче да не без проблем и не без кризисов но она точно продлит свое бытие до последнего дня этого мира и войдет в свет вечности повторяюсь ничему из человеческих начинаний собственно человеческих бог такую вечность не обещал более того нам нужно крайне осторожно относиться к подобного рода мысли да про то что мы некие уникальные хранители да нам даны какие-то особенные обетования и какая-то особая бога к этому благодать просто на примере единственного нормативно действительно избранного богом народа на примере народа израильского мы можем обратить внимание на начальные главы книги бытия а именно 12 глава где бог обращается к врааму и говорит совершенно удивительные вещи я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое и будешь ты в благословление я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя проклянул и благословятся в тебе все племена земные то есть в потомстве твоем в народе твоем потом в книге исход в числах мы неоднократно встретим мысль про том что израильский народ это царственное священство народ святой отдельный удел божий и другие удивительные вещи уж казалось бы здесь просто не о чем говорить не с чем спорить но то что обетование божие не приложены совершенно не отменяет человеческой свободы и мы видим например в начале книги пророка исаи обращение бога к правителям израиля и к народу израиля 1 глава с 10 стиха слушайте слово господне князья содомские внимай закону бога нашего народ гоморский к чему мне множество жертв ваших говорит господь я присыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу когда вы приходите являться перед лицом а и кто требует от вас чтобы вы топтали дворы мои не носите больше даров тщетных курение отвратительно для меня новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть беззакония и празднования новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя они бремя для меня мне тяжело нести их и когда вы простираете руки ваши и закрывают вас очень мои и когда вы умножаете моления ваши я не слышу ваши руки полны крови омойтесь очиститесь удалите злые деяния ваши от очей моих перестаньте делать зло научитесь делать добро ищите правды спасайте угнетенного защищайте сироту вступаетесь за вдову тогда придете и рассудим говорит господь если будут грехи ваши как багряная как снег убилю если будете красны будут красны как пурпур как волну убилю если захотите и послушаетесь то будете вкушать благо земли если же отречетесь и будете упорствовать то меч пожрет вас ибо уста господь не говорят эта история одного и того же народа этому же народу в аврааме даны уникальные благословения этому же народу в момент моисеева служения подтверждены они многократно к этому же народу обращается бог через пророка исаи мы видим что история строится не только богом в ней есть активный соработник человек и от того как человек поворачивает свою себе подчиненную и собственно человеку в руки при поданную часть в истории то от этого зависит очень много поэтому на самом деле повторяю что с богословской стороны вопроса никакой народ никакая страна не являются уникальными всегдашними хранителями истинного учения они продолжают ими оставаться ровно по ту пору пока сами находятся в этом учении пока соблюдают в чистоте и правде заповедь господню да возможно в их жизни и есть согрешение придя и раскаявшись в них как мы считаем у исаи они получают прощение упорствуя в них они рискуют пасть от меча внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и